Еще раз представлюсь, меня запрошила Наталья Александровна, я врач-ноанатолог, ноанатологи-врачи, которые работают с новоорожденным детишками. Ну, всех вам интересует вопрос, когда вы приходите домой, что делать с ребенком, как с ним заниматься, и учитывая современные тенденции мира, хочется сразу начинать развивать ребенка. Но необходимо помнить, что распорядок дня ребенка на первом месяце жизни достаточно простой. Ребенок должен есть и спать, и стимулировать его какими-то игрушками, каким-то развитием не имеет смысла. Дело в том, что когда ребенок рождается, меняется абсолютно все. Водная всегда она воздушная, температура тела резко снижается, потому что ребенок находится внутриутробно при температуре 38 градусов, а температура воздуха в комнатах обычно бывает не выше 25 градусов. И в темных условиях он попадает в те условия, где имеется яркий свет. Ребенок находился внутриутробно в условиях невесомости, попадает в мир, где действует сила тяжести. То есть у ребенка происходит огромная просто перестройка, и особенно эта большая перестройка происходит в первый день жизни, при рождении. Дальше немножечко она уменьшается, но продолжается в первые 7 дней жизни, и поэтому большую часть вот этого периода вы находитесь в роддоме, чтобы ребенка посмотреть, врач оценил адаптацию ребенка, посмотреть, как он приспосабливается. И дальше вот эта перестройка всех абсолютно органов и систем происходит на протяжении всего первого месяца жизни. Поэтому вот ноутатальный период, период новорожденности, он выделен особенно, поэтому детей чаще всего, почаще смотрят врачи, наблюдают, медсестры из поликлиники приходят. То есть это особенный период связан с тем, что происходит глобальная перестройка работы всех органов и систем абсолютно новорожденного ребенка. И как-то стимулировать его в этот день, в эти дни жизни не нужно. То есть ребенок должен есть и спать, либо он может просыпаться для того, что он голодный, либо ребенок мокрый, и в принципе может просыпаться в конце месяца жизни, первого месяца жизни, из-за того, что у ребенка могут начаться корики. Поэтому стимулировать в первые дни жизни игрушками, развлекать как-то ребенка, развивать ребенка не нужно. Ну и безусловно, когда вы попадаете домой, всегда вопросы возникают с уходом ребенка. И две такие очень важные процедуры, которые проводятся ребенку абсолютно каждый день, это утреннее умывание ребенка и купание малыша. Начнем с умывания ребенка. Что нужно для этого? Необходимо потребуется вата, можно использовать ватные диски и ватные палочки с ограничителем. У вата ребенка можно использовать фурцелин, готовый, который продается в аптеках, либо можно купить таблетки фурцелина и готовить самим этот раствор фурцелина из расчета две таблетки на стакан кипяченой воды. Ну и почему используется фурцелин? Дело в том, что у ребенка в первые дни жизни слезы не текут. Если бы обратить внимание, плачет он без слез. Это связано с тем, что у ребенка не работает носослезный канал. В возрасте трех недель у ребенка носослезный канал начинает работать. И у ребенка появляются слезки. Вначале они как в отдельной слезе, слезок мало. И уже где-то с трех начала четвертой недели жизни ребенок начинает плакать крупными слезами. Вот с этого момента уже можно будет уходить от умывания фурцелина и умывать ребеночка как взрослого. Взять в руку воды и умыть как себя. А до этого существует определенный распорядок, определенный порядок умывания ребенка. Всегда начинают, во-первых, умывать ребенка надо с утра, перед кормлением. Начинаем с глаз. Можно в этот момент как раз умывание ребенка делать наряду с воздушными ваннами, сопроводить. То есть немножечко ребенка распеленать, чтобы у него была двигательная активность, чтобы он принял воздушную ванну. И в этот момент умывать малыша. Начинайте всегда умывать ребенка с глаз. Для этого на каждый глаз используется абсолютно отдельный кусочек ваты. Вы используете, покупаете стерильную вату. Но принципиально каждый раз покупать новую упаковку, которую не нужно. Вы вскрываете упаковку стерильной ваты и потом просто укладываете ее в чистую пеленочку или полотенце. Или можно укладывать в какой-то чистой контейнер, чтобы не было загрязнения. Берете кусочек ваты, смочили фурцелином. И обязательно проводите умывание ребенка от наружного угла к внутреннему. Бывают ситуации, что у ребенка в углу глаза имеются какие-то выделения. И если вы первый раз не смогли убрать эти выделения, то нужно взять обязательно другую чистую ватку. Еще раз смочили фурцелином. И точно так же от наружного угла глаза к внутреннему ребенку провели. Сбросили эту ватку. Дальше берете чистую вату. Опять смочили фурцелином. И на другой глаз другая ватка. И точно так же от наружного угла глаза к внутреннему глаз почистили. Следующее, на что нужно обращать внимание. Это ушки. Но каждый день уши чистить не надо. Моются они по потребности. Оттянули мучку уха назад и посмотрели ушко ребенку. Если есть небольшое количество серы, это нормально отделяемое из уха. И в принципе чистить это, если небольшое количество, не надо. Если же там большое количество имеется серы, то почистить нужно. И при этом использовать можно ваточку с ограничителем. Обычные ватные палочки желательно не использовать, поскольку они могут глубоко проникнуть в слуховой проход. Бывают, опять же, ситуации, что ребенок лежит на боку, срыгнув молоко, затекло. Лужку в этом случае тоже обязательно почистить ухо надо. И обращайте внимание обязательно за стоянием кожи сзади ушной раковины. Потому что там тоже может скапливаться грязь, могут возникать обрелости или сухость. Поэтому сзади уха обязательно кожу надо посматривать и периодически протирать. И нос. Следующее, что нужно почистить во время утреннего умывания, это чистить нос. Обращаю ваше внимание, что ни в коем случае для чистки носа не использовать ватные палочки. Представляете, маленький носик ребенка и ватную палочку. Даже для взрослого человека это будет крайне неприятная ситуация. Тем более для малыша. Кроме того, при использовании ватных палочек существует определенная опасность того, что этот ватный кончик может в этих узких носовых ходах ребенка застрять и останется в носовом проходе. То есть это опасно. Что использовать? Во-первых, обращаю ваше внимание, что нос чистить тоже нужно по потребности. Каждый раз чистить нос, каждое утро, если ребенок держит хорошо, не нужно. Только когда ребенок начинает запить носом. В этом случае лучше использовать так называемые тропочки. Опять же берете кусочек воды, можно его смочить немножко фурацелином или смочили пальцы, фурацелином намочили и вот таким образом скатали между пальцами. И у вас получилась вот такая тормоза. Можно поплотнее скатать, можно смочить. Смочили фурацелином, отжали и вот такими скручивающими движениями ввели ребеночку в носовой проход. На другой носовой проход другая лыточка. Вот таким образом чистить. Масло вазелиновое иногда рекомендуют использовать для очистки носовых ходов, но его использовать постоянно тоже не нужно. Только в том случае, если вы видите, что у ребенка есть в носовых ходах корочки. И после того, как у ребенка почистили глазки, посмотрели носик или почистили носик, посмотрели ушки, почистили ушки, протереть лицо с другим чистым ватным диском или другим кусочком ваты с моченым фурацелином, умыть ребенка лицо. И в конце, где-то третьей недели жизни, вы уходите на обычное умывание ребенка. Следующая процедура, которая необходима. Есть ли какие-то у вас вопросы по поводу вот этой части? Все понятно, да?